Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейц продолжает свои программы. У нас 23 августа 2016 года, время в Чикаго 9.30 утра, время в Москве и в Киеве 17.30, почему в Киеве, потому что в этом месте, как раз в этом городе замечательном находится наш добрый друг и наш постоянный учитель здоровья, доктор Борис Увайдов. Картинка у нас что-то не очень хорошая на экране, но тем не менее главное о чем мы сегодня будем говорить. Ну а мы продолжаем тему здоровья естественно и как влияет окружающая среда на наше здоровье, ну и это все идет в рамках программы онкологические заболевания, влияет ли окружающая среда в данном случае на онкологию и на развитие вот такой серьезной болезни. Здравствуйте, доктор. Приветствую всех, друзья. Хочется мне сегодня рассказать о том, что очень важно, очень важно знать, где находится человек, в какой среде он находится. От этого зависит главный фактор его здоровья, иммунитета, его общего состояния энергии, его интеллекта, памяти и так далее. Потому что все идет от крови. Любая болезнь связана с изменением крови. И нет ни одной болезни, где бы связь это не осуществлялась. Значит, даже если у вас головная боль, у вас сбои прежде всего в крови и внутренних органах. У вас болезни печени, почек, обязательно обувлекается кровь, а сердце и внутренние органы. И нервная система, эндокриноксиорганы включаются. Поэтому человек един, нельзя делать что-то одно, допустим, ухо-горло-нос лечит что? Болезни, связанные с ухо-горло-нос. Значит, но они же связаны с другими органами, с нервной системой, с эндокриной, связаны с психикой, через кровь. Значит, нужно сделать капитальный ремонт, чтобы вылечить какую-то хроническую болезнь. Тот же тензелит, та же ангина, та же какая-то хроническая болезнь, галомеронеприт, или, допустим, вирусные заболевания. Все надо делать капитальный ремонт. Включая нетоксичную среду. То есть человек должен все бросить, если он в большом мегаполисе, и поменять эту экологию на нетоксичную. Как жили наши предки? Еще наши деды и прадеды жили в нормальной экологии. Но кто это все это создал? Это одна из факторов болезни рака, других хронических болезней. Помнишь, я говорил, любая хроническая болезнь ведет к раку. Болезни сердца, болезни почек и так далее. Рак – это последняя стадия запущенного дегенеративного процесса в организме. Вовлекается психика, нервная система, эмоциональная, эндокринная система. Меняется биополе его. Все нарушено. И очень неграмотно, смешно звучит, когда врачи, допустим, лечат только ухо, или горло, или нос. Без совокупности единство человека вызывает у меня просто смерть. Ну, это то, что мы говорим обычно, что человек – это холистическое существо, а холистичность – это целостность. И мы даже не говорим о том, что есть энергии, body, mind, spirit. Мы говорим только о теле, которого взяли, разделили, распределили на части, на системы, на органы, и каждый лечит свое. Да, но это же неверно, это смехотворно, это неграмотно, я так сказал, самый гениальный ученый, академик Залманов. Современная медицина развивается по шизофреническому пути. Он хотел подчеркнуть, что ни одну болезнь еще никто не вылечил и никогда не вылечит в отрыве от совокупности всех вот этих элементов, о которых я перечислил. Но однако же миллиарды людей верят в эту сказку и идут как стадо баранов и никогда не излечиваются. Заглушается на время, процессы дегенерации увеличиваются и в конце концов он приходит в онкодиспанс. Кстати, Миша, хочу сказать тебе интересную новость о том, что когда-то я, мать, запрограммировал на 100 лет. Это было где-то 20 лет тому назад. И я ей внушил, я сказал, что если ты живешь, доживешь до 100 лет, тебе президент Америки вышли 10 тысяч долларов в инограмм. И она это приняла, она это померила. Это при том, что, Борис, при том, что твоя мать, она сама врач, правильно? Конечно, врач. Да, но тем не менее, надо отметить, дорогие наши радиослушатели, Борис Увайдов, дипломированный и лицензированный какой угодно еще гипнолог. Так что тут наверняка что-то было еще, помимо внушения, это было какое-то воздействие такое. Ну, дай бог. Доктор, скажите, а вы можете запрограммировать, скажем, ваших пациентов? Конечно, могу. У меня один ученик, которого я научил уже два года, по всему миру дает сеансы гипноза через скайп. Довольно-таки очень и очень успешно. И когда он мне это сказал, я сначала не поверил. Я думал, что только нужно в офис прийти, для того, чтобы установить рапорт и контакты и так далее. Оказывается, не обязательно. И когда я попробовал, получается то же самое, что если у меня человек в кабинете. Но вернемся к тому, что мать приняла это. Программа воспринялась клетками, а клетка имеет клеточную память, очень сильную. И вот до сих пор, уже 20 лет прошло, эта клеточная память подсознание и сверхсознание продолжает работать. Значит, программа на 100 лет. Ей вчера исполнилось 99 лет. Вот как. Дорогие друзья, разрешите, во-первых, поздравить доктора Увайдова и маму, и пожелать добрых лет, доброго здоровья. Ну и, как говорят в отдельных странах, до 120 теперь. Вот. Был такой еще другой. Один Анатолий его звали, это было тоже лет 25 тому назад, когда я еще вообще ни одной книги не написал. И он первый, который заявил, что вы не должны умереть, пока не напишете несколько книг, несколько трудов. Вот. Он избавился от опухоли предстательной железы. Вот. Он выполнял все, что я ему говорил, пять плюсов. Вот. И я ему переписал программу, что у него нет онкологии, что он здоровый человек, что это не рак, а дурак, ошибочный диагноз. Все. И я ему сказал, сколько ты хочешь прожить. Он не думал, и сказал, 105 лет. Я говорю, хорошо. И я его, значит, ввел в транс, и дал ему вот этот кодированный такой шифр, что он не может умереть до 105 лет. Программа, и он полноценно должен жить. Вот. И представьте себе реакцию. Это было несколько раз. Три-четыре раза. Значит, какая у него вера восстановилась? Значит, первое всего, он поверил, что резервные цилии настолько могучи, как я ему умышал, что могут исцелить от любой болезни. И я раскручивал эту возможность воздействием на подсознание и сверхсознание. Дальше, значит, реакция такая. Есть такой ресторан «Максим», значит, в Париже. Он позвонил и забронировал место. Помнишь, я говорил, да? Нет, 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 я не помню. Не помнишь? Нет. Значит, он сказал, что когда мне исполнится 105 лет, я, значит, приглашу своих людей, естественно, доктора Варьева, который будет сидеть слева, и отпразднуем 105-летие. И он послал деньги, задаток, в знак того, что он верит, что он доживет до этого времени. Ему уже за 90, я уже не помню, 95-96, он живой, он находится сейчас в Сан-Диево. Вот, значит, то, что делали американские гипнологи еще 80-90 лет тому назад, я сейчас это делаю, и подтверждается все, что они писали и говорили в своих научных трудах. То есть я ничего нового не делаю. Я делаю все то, что уже было доказано американскими гипнологами. Я в этой паузе хочу сделать небольшую ремарку. Ну, во-первых, это необходимое требование для всех радиостанций, которое говорит о том, что радиостанция не несет ответственности за мнение гостей в эфире, включая доктора Уайда со всем уважением к нему. Поэтому это необходимость, и не всегда согласны. В данном случае мы согласны, конечно, но, тем не менее, об этом сказать надо. Ну, а тем радиослушателям, которые хотели бы задать свои вопросы доктору Уайдау, пожалуйста, вы это можете сделать прямо на нашем сайте, тройное wsungatesradio.com, sungatesradio.com. Вы можете это сделать на канале YouTube. Это можно сделать на Facebook, поскольку все программы записываются, они восстанавливаются на канал. YouTube, и там можно все... Подписчики, они моментально получают эту информацию о том, что вышла программа, где можно задать свои вопросы. Ну, а доктор Уайдау человек с многолетним врачом, многолетним стажем, профессиональный. И, кстати, у нас была программа несколько лет тому назад, у нас была программа, я делал такой телемост. Это была Чикаго, Россия, Лос-Анджелес, где в этот момент находился доктор Уайдов. И мы делали вот в определенном месте, был большой зал, и там присутствовало два человека, один тоже доктор, профессиональный гипнолог, и доктор Уайдов был на экране, и мы об этом говорили. Это очень интересная тема, конечно, Но мы немножко отклонились от нашей основной темы. Мы говорили о окружающей среде, влиянии на нас, на наш организм, с целью то ли предотвращения, то ли избавления от тех раковых лета, которые, к сожалению, кто-то имеет. Значит, прежде всего, нужно убрать из всех домов, апартментов все токсичные продукты, элементы, которые травмируют и нервную систему, эндокрину и отравляют кровь. Первое – это пасты. Все пасты содержат шторм, Вот эти пасты, которые продают везде, они везде содержат много химических элементов, включая токсичные продукты. И, значит, говорят гентистам, что это якобы откажется от преждевременного воспалительных процессов в деснах и в зубах. Но на самом деле все наоборот. Значит, были случаи, когда детям, которые находились в кресле, просто проспреяли вот это в тором, жидкостной такой среде, и ребенок умер прямо на месте. Значит, тор это настолько токсичен, что в 20-30-х годах он причислялся к сильнодействующим ядам, которые уничтожали грузунов, кроликов, тараканов и так далее. Значит, я уже говорил насчет хлорина, хлорамина, мышьяк и все другие химические неорганические элементы должны быть полностью очищены. И лучше всего это запустить в дистиллятор. Другое, ну нет таких фильтров, которые бы фильтровали в тор. Есть сейчас, появились в Америке, очень-очень тяжело фильтруется в тор. Так лучше уж сразу дистиллятор купить. Есть фильтры, которые дистиллируют, я имею в виду, нейтрализовывают в тор, но я уверен, что что-то там остается. Второе, значит, есть дешевые фильтры, которые вообще не фильтруют, и ни от хлорина, ни от фтора, ни от мышьяка. Потом они кипятят. Люди, которые жалеют деньги на фильтры хорошие и на дистилляторы, они постоянно окравляют, и это видят к онкологии. Вот нужно радикально рассмотреть этот вопрос и полностью уничтожить. Значит, на дистиллированной воде готовить все, что необходимо. И чай заваривать, и борщ варить, и супы варить. Все на дистиллированной воде. Вот. Есть реверс осморсис, тоже можно. Это близко к дистилляции. Реверс осморсис. Значит, убрать из дома все, что связано со спиртом, rubbing alcohol. Там есть элементы, которые очень токсичны. Даже при испарении действуют на легкие, могут вызывать различные аллергические заболевания и воспалительные процессы. Как в легких, как и других внутренних органов. Об этом говорит Хильда Кларб. Ученая, которая написала много очень книг. Одна из них Pure for all cancer. Вот. Надо почитать ее. Дальше, значит, нужно убрать все стиральные порошки, с которыми проводится стирка, потому что эта химия, она просачивается ткань. А потом, когда человек одевает или спит, допустим, на этой простыне, то, естественно, получается интоксикация крови. То есть, через поры кожи эти яды проходят прямо в кровь и всю ночь. И нужно тоже знать, что когда схемчистки приносят одежду, 24 часа она должна где-то висеть на воздухе. Не одевать ее сразу. Желательно 48 часов. Пусть выветриваются все эти яды. Иначе они будут в крови. Дальше идут деодоранты. Все, что вы ставите или мажете, мази какие-то, деодоранты очень вредны тем, что программа выделять, организм выделяет все ненужные соли и яды. И вдруг вы втираете химические ядовитые элементы, прекращается потоотделение. спотом выделяется вся грязь и яда. И что получается? Все эти яды идут в молочную железу. Потом получается воспалительный процесс. А потом опухоль. Значит, от невежества получается опухоль. Значит, что бы хотел сказать? Я прошу прощения, у меня к вам вот такой вопрос. Если мы говорим о таких вещах, которые относительно оказывают небольшое влияние по сравнению с чем-то, я имею в виду, как насчет того, что люди проходят химиотерапию, больные раковыми заболеваниями. Тогда получается, что это вообще отравляется полностью, конкретно, специально отравляется весь организм, ну, как бы и убиваются вместе с ним раковые клетки. Но если убить весь организм, то это же не имеет никакого смысла убивать раковые клетки, если организм погибнет весь. Тогда получается, что это, так сказать, процедура по спасению людей, которые могут умереть, она, наоборот, ускоряет этот процесс. Ну, вот видишь, ты говоришь здравые слова, значит, ты уже раз гипнотизировался, а мир еще находится в процессе. Да, это мы понимаем, но только, тем не менее, как бы задают вопросы, скажем, ну, я знаком, я езжу просто там в другие места, в другие страны, континенты, но для чего тогда применяется вот это, если можно назвать это процедура избавления? Нам надо почаще вспоминать академика Залманова, который сказал, современная медицина развивается по шизофреническому типу. Значит, в гипнозе можно дурака сделать умным, умным сделать дураком. То есть, это нет проблемы. А если за 6 лет медиков компостируют им мозги и поворачивают на 180 градусов, конечно, он будет верить в это удобно. Такая же религия. Только 30 тысяч динаминейшн христианских этих ответвлений. Каждый считает, что его Бог только прав. Я видел нескольких людей, когда я работал в штате Аризонт. Я тогда работал как врач лаборант под темным полем зрения, под микроскопом рассматривал их круг. И вдруг мне говорит директор, будь осторожный, к нам едет Иисус Христос. Я говорю, что это, ничего не понял. Да, говорит, но он и убежал куда-то. Значит, приходят вооруженные слева, справа Иуде. В центре Иисус Христос. В центре в коляске инвалидный. Иисус Христос инвалид. Понятно. я ему должен был обследовать кровь. И я стал раздавать ему вопросы, и оказалось, что он воплощенный Христос. Это так он собрал это оказался он как, в каком смысле оказался? Это он сказал, что у него какие-то проблемы были. С психикой, да? Я стал смотреть. Очевидно, да, что-то там случилось. Но есть такие люди, они не такие больные, сумасшедшие, которые в психдомат приезжали. Этот человек был интеллектуально развитый. Он был психопатом, но он не был сумасшедшим. Вот. Есть, конечно, сдвиги, но у него был талант ораторский. Он собрал тысячи человек и заставил их верить, что он Иисус Христос. Они верили. Почему? Потому что, когда я стал смеяться, один настолько разозлился, что он сразу руку за кобуру схватил. То есть, это его как бы учитель, он его бог. И это было оскорбительно, если я не поверил в этом. Так я что хотел сказать, что вот представьте себе тысячи людей, которые верили в эту идею, в абсурд, что Иисус Христос на коляске воплощенный. И есть еще много других таких свидетельств. Вот. Вассерьон собрал более пяти тысяч, устроил колонию, тоже сказал, что он Иисус Христос. И люди верят. И если я вот сейчас мне дадут телевидение, я им расскажу, что я приехал недавно с планеты Венера и многие поверят. Лучи Сириус. Я им буду рассказывать. Ну, Сириус, Венера. С планеты Венеры. Хорошо, пускай будет с Венеры. Да. Ну, ответил я на твой вопрос. Да. Почему люди делают безумные вещи? Ну, конечно, это называется зомбирование людей. Ну, давайте продолжим. Вообще-то, тема, конечно, это очень серьезная и она неоднозначная. Есть масса мнений и люди настолько, ну, вы понимаете, как, скажем, ну, человек болен, да, ему говорят, ну, надо пройти вот такой курс химиотерапии. А вы говорите, не надо. Ну, не вы, кто-то другой говорит, не надо. Человек идет туда, вот, кто ему говорит. и умирает. Всяко бывает, правильно? Что говорят его, ну, он-то ничего не говорит, понятно, а что говорят тогда его родственники? Они говорят о том, что вот, пошел куда-то там, типа, в шарлатану. Знаете, сколько людей не спас Джановгад, который, последняя надежда для многих, которые приезжают туда, в Бразилию, в Абаджанию, в этот госпиталь духовный, сколько людей он не спас. Для очень многих он стал шарлатаном, поскольку, если бы они пошли в свое время, эти больные пошли бы на вот эти процедуры химиотерапии, там, и радиацию, то их бы спасли. Но нельзя, кстати, не отметить тот факт, что действительно эти процедуры спасли многих людей. Как вы считаете? Ну, конечно. Вот смотри, ничего нового в мире нет. Понимаешь, вот говорят, шарлатан, шарлатан, шарлатан. Это, как бы, самая лучшая защита, это наступление, оклеветать, уничтожить. Вот. Джановгад, он не нарушает законы природы, он, наоборот, лечит согласно закону природы. То есть, смотри, если мы увидим, как, допустим, Гиппократ лечил, вот он же врач был, а будь ученый, как персидские целители врачи, как вел себя Абуева Сина, Авицену, он же десятки тысяч вылечил. Нет, здесь немножечко по-другому. Все-таки Джановгад не Авиценов врач, а Джановгад никогда не был врачом, и понятия не имеют, вообще-то говоря, о чем идет речь, но там работают другие законы, там работают именно духовные законы, поэтому сказать о том, что... Я и говорил, Миша, что вылечить чего-то нужно законы духовные, энергетические, физиологические. Надо соблюдать все законы и понимать, кто мы из себя, что мы из себя представляем, да. Они едины. и если человек уважает эти законы и выполняет эти законы ритуально, значит, он болеть никогда не будет. Болезнь это и есть невежество, болезнь это и есть отсутствие элементарных знаков, элементов о здоровье. Вот. Вот рыба же тоже не хочет попадаться на крючок, однако она попадается. ее обманывают. А она живая, она также хочет жить. И человек попадается на крючок. Но не вся же рыба попадается. Не все рыбы попадаются. Одним словом, окружающая среда это выдавная, это продукт цивилизации. Природа вообще нам не создавала этого. И вот Оша говорил, я вижу будущие города 10-20 тысяч жителей, не больше. Даже много, 20 уже много. 10 тысяч. Это правда, потому что удивительно, но это именно представление, ну, Оша, собственно говоря, разбирался в таких вещах, это представление, не представление, в текстах ведических записано так, что те города, которые древние города, ведические они действительно население составляло самое оптимальное это 10 тысяч, ну, никак не миллион или 10, тем более миллионов. Это правда. Вы абсолютно правы вместе с Ошем. Да, ну, хорошо, и что тогда предпринимать тем людям, которые живут в таких, скажем, серьезных городах, Нью-Йорк, или Токио, и так далее, Москва. Может жить, но когда доходят болезни, нужно брать чемодан и ехать на парное молоко. На парное молоко? Да. Ну, вы знаете, если говорить уже о парном молоке, то к нам его прямо привозят, ехать никуда не надо, есть поселение Амиши, это единственное место, кстати, где фермы, где можно найти, ну, в Вискансине очень много, там, в Диане вот есть, не знаю, как есть, но наверняка где-то есть и у вас в Калифорнии, да, да, именно парное молоко, именно то молоко, из которого потом делается масло, не пастеризованное, йогурт, все, все вот эти вот вещи, которые являются жемчужиной, как их называют в Айверведе, жемчужиной вселенной. и все же я настаиваю, если серьезные болезни, чтобы усилить, ускорить процесс выздоровления, нужно поменять свое жилье. Это большая разница, жить в деревне где-то, на природе, если можно так вообще спать где-то там на улице, на террасе, ходить босиком, закаливаться, спать на сене, когда он будет подпитываться, его энергетика будет подпитываться, это околопространственная энергия, которая будет раскручивать резервные силы человека. Вер! Без этого он никогда не поправится. Ему нужна дополнительная энергия, ему нужна водушевление. Мало того, он туда поедет, ему нужен инструктор, который будет противодителем ему. он будет указывать, что сначала, что потом, что в середине. Потому что элементарных знаний у людей нет. Чем больше они будут слушать мои ролики, там ролики Мавра Ганян, потом Агулов, Александр Агулов, Нюма Вакин, вот они ведут альтернативную медицину. то есть это большие знания дают. Поэтому человек, который не хочет болеть, он с самого начала должен изучать эти законы здоровья. Понятно. Ну, хорошо. Дорогие друзья, наше время этого сегмента программы в этот день подошло к концу. Мы благодарим доктора Увайдова за, как всегда, очень интересный рассказ. И на самом деле у нас много вопросов к доктору Увайдову, и даже не по теме, скажем, онкологических заболеваний, по разным темам, где он дает абсолютно исчерпывающие ответы всем тем, кто задает вопросы. Это действительно честь и хвала доктору вам, и спасибо вам огромное за то, что вы несете свет и здоровье, ну, по крайней мере, в таком режиме, в котором мы сейчас находимся. Ну, а те, кто хотят обратиться непосредственно к доктору Увайдова, милости просим, вы можете задать нам вопрос, мы их соединим, это тройное WSNGates radio.com, это Facebook, и это YouTube. Ну, и у доктора Увайдова есть огромное количество книг, и они находятся в электронном варианте, то есть, они доступны любому человеку, сейчас не надо ничего пересылать, на самом деле, это все делается достаточно просто. Одна из книг, кстати, победа над драком, она стала бестселлером, и является бестселлером, и также диски, и сегодня это даже не диски, опять же, физические, а это файлы какие-то, которые вы можете получить, так что, пожалуйста, вы можете это все заказать, они находятся в наличии, обращайтесь по этому вопросу, и вы всегда получите результаты, если вы будете это все применять. на этом разрешите откланяться и пожелать вам доброго здоровья, ну и до новых встреч, мы встречаемся, напоминаю, повторником в 9.30, 10.30 утра, в зависимости от того, если у нас есть программа, в 9.30, 10.30 утра это по времени города Чикаго, в это время в Москве 17.30 или же 18.30, до новых встреч, доктор, спасибо вам большое, 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 большое.